Привет! Сегодня снова говорим о главных событиях недели. Но сначала категорически предлагаю вам поставить лайк этому видео, подписаться на наши соцсети и так хотя бы одним глазком заглянуть на наш патреон. Поехали! На этой неделе из Москвы продолжили сыпаться страшилки про украинско-молдавскую угрозу для Приднестровья. В российских телеграм-каналах, например, показывали колонны румынской военной техники, которая якобы едет к молдавской границе. Потом, правда, выяснилось, что видео снято еще осенью и на нем подготовка к военному пораду Албаюли. В российском МИДе договорились до того, что Украина якобы собирается устроить диверсию на собственных радиационно опасных объектах вблизи Приднестровья. Конечно, чтобы потом обвинить в этом Россию. В Молдове и Украине вынуждены были опровергать и это. И мы уже ждем новостей о радиоактивных муравьях. Пресс-секретарь украинского МИД, правда добавил, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами. Наш премьер Ричан тоже успокаивал. Говорил, что у России нет ресурсов для вторжения в Молдову. Ситуация в стране остается стабильной, а само Приднестровье заинтересована в том, чтобы сохранить мир и безопасность в регионе. Приднестровский лидер Красносельский тоже призывал жителей сохранять спокойствие, а в своем телеграмме предложил жителям отмечать наступление весны и носить мартишор. Потому что это прекрасная объединяющая традиция. Приднестровские СМИ, кстати, большинство тревожных заявлений из Москвы вообще не замечали. Плохой информационный фон вокруг Левобережья Днестра мы на днях обсудили с сопредседателем Объединенной контрольной комиссии Александром Фленке, он же бывший переговорщик от Кишинева. Фленке тоже успокоил наших читателей. Ничего принципиально нового за последние недели вокруг Приднестровья не произошло, по его словам. Ситуация была одинаково напряженной с февраля прошлого года и возможных военных провокаций с любой из сторон чиновник сейчас не видит. Но он все же уточнил, что совсем уж расслабляться молдаванам не стоит. По соседству по-прежнему идет война. Главное, чего по словам того же Фленке хотят люди с обеих берегов Днестра, так это мира. И, как ни странно, этот факт сейчас имеет значение. Ни в Приднестровье, откуда Кремль мог бы попытаться что-то устроить против Украины, ни на правом берегу Днестра, где могли бы всерьез задуматься о том, как бы быстро и на своих условиях решить Приднестровскую проблему, никто милитаристских призывов не потерпит. Кишинев и Тирасполь в этом смысле на одной волне. Ни одной военной угрозы жила на этой неделе Молдова. Партия Шор плавно начинает весенний улично-протестный сезон. Как обычно, скорее всего, не бесплатно. На этой неделе мы наблюдали новый протест Шоровского движения для народа, на который свозили или пытались свести граждан со всей страны. Участники митинга требовали от правительства оплатить коммунальные счета за три зимних месяца, вешали на грудь голубей мира, а заодно выкалывали глаза и танцевали на плакатах с изображением президента Сандо. Успели они потолкаться из полиции, которая не пустила протестующих к правительству из-за приезда президента Греции. Один из лидеров акции даже зачитал очи наш. А потом почему-то начал скандировать головой об асфальт о премьере Ричани. Но до центральных улиц добралась только часть протестующих. Других Кишиньев полиция по каким-то не очень нятным причина, но так и не пустила. Объяснили лишь, что часть автобусов, которые везли людей на акцию, технически неисправны. В знак протеста люди, которые не смогли попасть на митинг Кишинев, перекрыли на пару часов трассы на подступах к столице, а потом разъехались по домам. Но организаторы грозят новыми массовыми акциями. Следующая, например, намечена на 12 марта. Ну а пока в Кишиневе протестуют, молдавское небо становится все менее заманчивым для авиакомпаний. Еще в начале февраля, как мы помним, президент Санду рассказал о готовящейся попытке госпереворота в Молдове. Те же протесты Шора активно освещаются в международной прессе. Вкупе с панической атакой в Кремле по поводу Приднестровья это все создает вокруг Молдовы крайне тревожный информационный фон. К тому же в воздушное пространство Молдовы по-прежнему иногда залетают российские ракеты. По этой причине один из крупнейших в Европе и единственный летающий в Молдову лоукостер Витс Эйр принял решение прекратить летать в Кишинев. Еще в прошлом году авиакомпания закрыла свою операционную базу в Кишиневе и старалась не оставлять свои самолеты надолго в Молдовском аэропорту. Так что, как минимум, в ближайшие полгода вылететь куда-то из Кишинева будет сложнее и дороже. Добавляет драматизма еще одна неприятная новость из мира гражданской авиации. Air Молдова тоже отменяет один рельс за другим из-за операционных трудностей. Каких конкретно и надолго ли все это в компании не очень рассказывают. Похоже, что два из трех самолетов компании опять арестовали за долги. Ситуация в Air Молдова, которую тоже контролирует Илан Шор, давно плачевная. Власти уже давно думают о том, чтобы приземлить авиакомпанию навсегда. Но в нынешних условиях это означало бы, что летать из Кишинева молдавским гражданам и огромному числу украинцев было бы практически нечем. Депутаты молдавского парламента во главе с Игорем Гроссу на неделе даже слетали в Ирландию в головной офис другого крупнейшего европейского лоукостера Ryanair. Они попытались договориться о его приходе на молдавский рынок. Компания в этом году начала летать в Ясы, к слову. Что-то мне подсказывает, что ирландцы тоже не будут спешить разворачиваться в Молдове с таким букетом листа. Но посмотрим. Но попытка решить авиатранспортные проблемы Молдовы точно не главное, чем на этой неделе запомнятся депутаты и весь молдавский парламент. Многие реформы буксуют. Борьба с навалившимися кризисами идет с переменным успехом. Поэтому, видимо, власть решила взяться за что-то вечное. Разрешить раз и навсегда вековой внутримолдавский спор, который вряд ли кого-то в этой стране сможет оставить равнодушным. Депутаты от ПАС решили сменить название государственного языка в Конституции с молдавского на румынский. Не хочу вдаваться в языковые споры, но вопрос в том, что они собираются это сделать весьма экзотическим способом. Они хотят принять простым большинством 51 голос закон, который призван исполнить решение Конституционного суда, который провозгласил язык румынский. То есть ПАС ненамеренно дожидаться появления Конституционного большинства в две трети голосов для того, чтобы поменять Конституцию. Примечательно, что еще совсем недавно и спикер Гросу и президент Сандо говорили, что у ПАС для изменения Конституции не хватает голосов. У меня лично тема названия языка заботит мало. Понятно, что это один язык и в условиях, когда за название румынский, наука, образование, культура, вся общественная и медиа среда, то второе его название, молдавский, будет постепенно вытеснено окончательно. Сегодня этот процесс кажется необратимым. Но пока это не так. В стране еще очень много людей, которые думают по-другому. Если верить опросам последних лет, их по-прежнему большинство. На это депутаты ПАС, видимо, не стали отвлекаться, как и на очевидную правовую сомнительность такого переименования. Но что бы там кто ни думал про то, как должен называться язык, с юридической точки зрения авторы инициативы пытаются натянуть сову на глобус. Причем это уже вторая сова на этом глобусе. Первый раз похожим образом поступил Конституционный суд. Сам суд тогда не мог поменять название языка в тексте Конституции, поэтому там по-прежнему значится молдавский. Теперь депутаты правящего большинства решили исправить эту оплошность. Они ссылаются на то, что Конституционный суд все равно уже все решил, поэтому внести техническую правку в Высший закон можно и не соблюдая процедура его изменения. Проект номер 35 не является проектом для модификации Конституции. Проект номер 35 является проектом для выполнения подвесения конституционного судов. Удивительно, каким логичным и выверенным может быть молдавское законодательство, пока туда не лезут своими неумелыми руками молдавской политики. И вот что я имею в виду. Конституция любой страны это базовый общественный договор. Поэтому для ее изменения обычно предусмотрена защита от дурака. В нашем случае это квалифицированное большинство в две трети депутатов парламента. Это сделано для того, чтобы в Высший закон попадали нормы, вокруг которых существует широкий национальный консенсус. Это правило как бы говорит. Договоритесь с подавляющим большинством и тогда лезьте в Конституцию. Но вместо этого раз за разом молдавские политики стремятся найти какой-то потаенный ход, заднюю дверь, через которую можно решить свой вопрос. Создавая новые и новые прецеденты для обхода закона. Какими нужными бы ни были изменения, какой бы исторической правды они не были бы оправданы, они не будут стоить ничего, если для этого нужно игнорировать закон. Но вместо прощания посмотрите еще раз на конструктивную дискуссию о языке в парламенте. Там все хорошо. Георгий, я прошу тебя, коллеги, 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 я прошу вас вернемся к вашему месту. Это авторский формат. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Продолжение следует... Продолжение следует...